Насыщенная работа третьего дня Архиерейского собора в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя уже приближается к своему логическому завершению. Тем не менее, мы продолжаем вас знакомить с участниками этого большого церковного форума. И я с удовольствием вам представляю епископа Сергия Викария Таллинской епархии. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы вы поделились, опять же, впечатлениями о сегодняшнем третьем дне уже Архиерейского собора, насколько в целом церковный форум, который проходит здесь, в Краме Христа Спасителя, важный и очень своевременный. Прежде всего, хотелось бы сказать, что я впервые участвую в Архиерейском соборе, и меня радует возможность участвовать в таком высоком собрании. Хотелось прежде всего отметить высокую организацию проведения собора и возможность участвовать каждый день в Божественной Литургии перед открытием заседаний, перед участием в заседаниях. И еще хотелось бы отметить тот факт, что здесь присутствуют Архиереи из разных стран, из различных стран. И, как мы знаем, что в различных странах различные условия жизни православных христиан, различные законодательства. И вот Архиереи из других стран русского зарубежья, которые находятся по домофору Русской Православной Церкви, имеют возможность внести свои коррективы, поправки в те положения Архиерейского собора, которые мы здесь принимаем, чтобы учесть все потребности православных христиан, живущих за рубежом. А вот за эти четыре года действительно произошли большие перемены. С момента проведения прошлого собора я не имею в виду собора, который был в 2016 году. Да, жизнь общества значительно изменяется, и общество предлагает нам какие-то новые вызовы, на которые мы должны адекватно отвечать. Подробно, ясно, чтобы православные христиане знали, как свою жизнь в соответствии с церковным учением устраивать. Да, изменений достаточно много. А что, на Ваше взгляд, все-таки наиболее сейчас актуально и громко просвучало вот на этом Архиерейском соборе? Очень важны для общества, я думаю, это обсуждение положения о церковном браке, обсуждение которого еще не закончено, и вызвали самые жаркие дискуссии. Я думаю, что документ выйдет сейчас преждевременно говорить об этом и вообще о каких-либо документах, которые будут изданы Архиерейским собором. Но я думаю, что это будут проработанные и взвешенные документы, и охватывающие всю полноту проблемы. В своем таком докладе, в программном выступлении святейший патриарх Кирилл обозначил работу в направлении с молодежью. Вот в Вашей епархии как обстоит вопрос именно в этом направлении? Да, молодежное движение у нас только начинает развиваться. В эстонской православной церкви нелегкий период был 25-25 последних лет, достаточно нелегкими были. Поэтому все силы наши были сосредоточены, чтобы получить возможность совершать в полной мере церковную жизнь, богослужебную жизнь. То есть все эти годы в основном трудились на том, чтобы сохранить центр жизни, само ее ядро богослужения. И только последние годы мы начинаем развивать какую-то деятельность вне богослужебной. Социальное служение, молодежное движение. Сейчас создан епархиальный отдел и в Таллине, и в Нарве. Молодежные отделы созданы несколько лет, они уже действуют, проводят лагеря молодежные. То есть это работа идет. Я вам от души желаю помощи Божьей во всех ваших делах и добрых начинаниях. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя подходит к завершению уже третий день Архиерейского собора. Он продолжится завтра. В работе собора принимает участие 347 митрополитов, архиепископов и епископов из самых разных епархий. Всего самого хорошего и до завтра.